Ом! Ом! Глава 27. Молитвы Индры. Царя Небес. После того, как Кришна поднял холм Гавардхана и спас жителей Вриндавана от гнева Индры, перед ним предстала одна из коров Сурабхи с Галоки Вриндаваны, а вместе с ней и Царь Небес. Индра понимал, что нанес Кришне оскорбление, поэтому он решил тайно встретиться с ним в уединенном месте. Он тут же припал к лутосным стопам Господа Кришны, коснувшись их короной, которая сияла словно солнце. Индра знал о высоком положении Кришны, своего повелителя, но не мог поверить, что Кришна спустился на землю и поселился среди пастухов во Вриндаване. Когда Кришна бросил Индре вызов, тот, считая себя величайшим и самым могущественным правителем во Вселенной, пришел в ярость. Но последовавшие за этим события усмирили его гордыню. Осознав свое подчиненное положение, Индра подошел к Кришне и, сложив ладони, обратился к нему с молитвой. — О, Господь! — сказал Индра. Из-за своей гордыни я решил, что ты оскорбил меня, запретив пастухам совершить Индра-Ягью. Я подумал, что ты захотел сам насладиться приготовленными для меня дарами. Я считал, что под видом жертвоприношения Гавардхани ты хочешь взять себе мою долю жертвенных даров. Так я забыл о том, какое положение ты занимаешь. Теперь, по твоей милости, я понял, что ты — Верховный Господь, который выше всех материальных качеств. Твое трансцендентное положение называется вишудосатвой, ибо оно даже выше материальной гуны благости. Ты сам, твое имя, твои качества, твое окружение и твои игры — запредельной материальной природе и никогда не подвергаются влиянию ее трех гун. Гуны материальной природой не затрагивают и твою божественную обитель. Попасть в эту обитель могут лишь те, кто, совершая суровую аскезу, полностью освободился от влияния материальных гун страсти и невежества. Если кто-то считает, что, нисходя в материальный мир, ты попадаешь под влияние материальных гун, он ошибается. Волны материальной природы не могут коснуться тебя, и ты, конечно, не подвластен им, даже когда находишься в этом мире. Ты никогда не оказываешься в плену законов материальной природы. О, Господь! Ты — изначальный отец мироздания. Ты — духовный наставник материального мира и изначальный властелин всего сущего. В облике вечного времени ты караешь грешников. В материальном мире много глупцов, подобных мне, которые считают себя Всевышним, Верховным Повелителем Вселенной. Но ты так милостив, что, не принимая всерьез их оскорблений, находишь средство избавить их от самомнения и дать им возможность узнать, что только ты и никто иной — Верховная Личность Бога. О, Возлюбленный Господь! Ты — Верховный Отец, Верховный Наставник и Верховный Повелитель, поэтому ты обладаешь правом наказывать тех, кто сбивается с истинного пути. Отец всегда желает добра своим сыновьям, так же, как Духовный Учитель желает добра ученикам, а глава государства — подданным. Поэтому они вправе наказывать своих подопечных. По своей собственной воле ты в многочисленных своих вечных формах являешься на Землю ради ее блага. Ты приходишь для того, чтобы прославить планету Земля, а так же, чтобы наказать тех, кто самонадеянно объявляет себя Богом. В материальном мире живые существа постоянно борются за власть, и когда им не удается взять вверх надо всеми, Некоторые безумцы объявляют себя Богом, Верховной Личностью. В этом мире много таких безумцев, я один из них, но со временем, образумившись, они предаются тебе и снова начинают заниматься своим истинным делом — служить тебе. Ты для того и наказываешь тех, кто питает к тебе вражду и зависть, чтобы вернуть их на путь преданного служения. О, Господь! Возгордившись своим могуществом в материальном мире и забыв о том, что твоя власть безгранична, я нанес оскорбление твоим лотосным стопам. Будь милостив и прости меня, последнего глупца. Я прошу у тебя богословений, чтобы больше не совершать столь опрометчивых поступков. Если же ты, о Господь, считаешь, что такое тяжкое оскорбление, прощать нельзя. Молю тебя. Ты явился на землю, чтобы защитить тех, кто вечно служит тебе и уничтожить демонов, которые со своими огромными армиями стали для этой планеты невыносимым бременем. Поскольку я твой вечный слуга, будь милостив. Прости меня. О, возлюбленный Господь! Ты — верховная личность Бога. Я в почтении склоняюсь перед тобой, ибо Ты — верховная личность и высшая душа. Ты — сын Васудевы, и Ты — верховный Господь. Кришна, повелитель всех чистых преданных, позволь же мне пасть перед Тобой ниц. Ты — олицетворение высшего знания. По своему желанию Ты можешь явиться где угодно, в одной из Своих вечных форм. Ты — опора мироздания и высшая душа всех живых существ. Из-за своего невежества я вызвал в арендаване великое бедствие, обрушив на него потоки дождя и сильный град. Я поступил так, разгневавшись на Тебя за то, что Ты остановил жертвоприношение, которое устраивалось в мою честь. Но Ты, о Господь, так добр ко мне, что милостиво избавил меня от гордыни. Поэтому я принимаю прибежище у Твоих лотосных стоп. О Господь, Ты — не только верховный владыка, но и духовный наставник всех живых существ. Услышав эти восхваления, Господь Кришна, верховная Личность Бога, улыбнулся своей пленительной улыбкой, а затем заговорил с Индрой, но голос его звучал сурово, как раскаты грома. — О, Индра! — сказал он. — Я остановил жертвоприношение, чтобы явить Тебе свою беспричинную милость и напомнить, что Я — Твой вечный повелитель. И не только Твой, но и всех остальных полубогов. Всегда помни, что всеми своими богатствами Ты обязан мне. Ни одно живое существо не может самостоятельно обрести богатство. Ему нужна для этого моя милость. Каждый должен всегда помнить, что Я — Верховный Господь. Я могу оказать милость любому и могу покарать любого, ибо нет никого выше Меня. Если Я увижу, что кто-то обуин гордыни, Я лишаю его всех богатств, чтобы явить ему мою беспричинную милость. Кришна иногда лишает богатого человека всего, чтобы тому было легче предаться Господу. Это его особая милость. Иногда случается, что богатый человек, который преданно служит Господу, становится бедняком. Однако не следует думать, что он стал бедняком из-за того, что поклонялся Верховному Господу. Причина в том, что когда чистый преданный по недоразумению стремится властвовать в материальном мире, Господь оказывает ему особую милость, отбирая у него все материальные богатства, пока тот, наконец, не предастся ему полностью. Дав Индре наставление, Господь Кришну попросил его вернуться в свое царство на райские планеты и всегда помнить, что высшая власть принадлежит не ему, что он вечный слуга Верховной Личности Бога. Он также велел ему оставаться Царем Небес, но остерегаться гордыни. После этого божественная корова Сурабхи, пришедшая вместе с Индрой, склонилась перед Господом и вознесла ему молитвы. Она сказала, «О, Господь Кришна, Ты самый могущественный из всех йогов-мистиков, ибо Ты — душа всего мироздания, источник материального космоса. Поэтому, хотя Индра изо всех сил старался погубить моих младших родственниц, бриндаванских коров, они нашли у Тебя прибежище и остались целыми и невредимыми. Мы не признаем Всевышним никого, кроме Тебя, и не ищем защиты у полубогов. Поэтому Ты — наш Индра, Ты — Верховный Отец Мироздания, защитник и благодетель коров, брахманов, полубогов и всех чистых преданных. О, Сверхдуша Вселенной, позволь омыть Тебя моим молоком, ибо Ты — наш Индра. О, Господь, Ты приходишь на землю, чтобы избавить ее от бремени, совершаемых на ней грехов». После этого корова Сурабхи омыла Кришну своим молоком, а слон Индры омыл его из хобота водой небесной Ганги. Вслед за этим коровы Сурабхи, полубоги и их матери стали, по примеру Индры, Царя Небес, поклоняться Господу Кришне, омывая его водой Ганги и молоком Сурабхи. Говинда, Господь Кришна, был очень доволен ими. Жители высших планет Гандхарва Локи, Видятхары Локи, Сидга Локи и Чараны Локи начали вместе прославлять Господа и петь Его святое имя, а их супруги и другие небожительницы, охваченные радостью, танцевали. Они доставили Господу большое удовольствие, непрерывно осыпая Его с небес цветами. Когда все так счастливо закончилось, коровы залили поверхность земли своим молоком. По земле потекли нектарные реки, питая деревья, на которых распускались цветы, и зрели плоды разного цвета и вкуса. Из дупел деревьев стал сочиться мед. На холмах и горах появилось великое множество целебных трав и драгоценных камней. Благодаря присутствию Кришны происходили самые удивительные вещи. Даже лесные звери, обычно враждующие между собой, стали мирными и дружелюбными. Умилостивив Кришну, повелителя всех коров о Вриндаване, известного под именем Говинда, царь Индра попросил у него разрешения вернуться на райские планеты. Он вознесся в небо и улетел, окруженный полубогами. Эта история — пример того, какое благо может принести миру сознание Кришны. Даже дикие животные смогут забыть о своей вражде и станут такими же добродетельными, как полубоги. Так, в книге Бхактиведанты «Кришна. Верховная Личность Бога» заканчивается глава 27-я. Молитвы Индры. Царя Небес. Царя Небес. Продолжение следует...